Привет, мои дорогие любители! Вкусный, здоровый, а главное простой и быстрой еды. Сегодня будем готовить фрикадельки, митболы, тефтельки с сыром моцареллой, фарш куриный, лук, чеснок, протертые помидоры. Если лето, то мы бы использовали свежие, но сейчас холодно на дворе, нормальных помидор нет. Моцарелла, прованские травы, возьмем еще перчик, соль. Давайте приступим. Резать ничего не будем. Сразу потрем на терке все. И чеснок, и лучок на крупной терке. Так, лук, чеснок, натертые. В моих глазах слезы счастья, потому что все это закончилось. Фарш, соль, перец по вкусу. Я, наверное, чайную ложку соль добавлю, чайную ложку перца. И все хорошенечко перемешиваем. Так, ну что, давайте формировать тефтели. Чтобы фарш не прилипал к рукам, я немножко смачиваю водой. Берем такой шарик, блинчиком раскатываем, сюда моцареллочку внутрь и закрываем. Закрываем и формуем колобашечку. Видите, фрикадельки, митболины. Смотрите, если вы, как и мы, покупаете фарш готовый в магазине, то наверняка обращали внимание, что они отличаются по цветам. Бывает более красный фарш, бывает вот светлый, как у нас. Чем темнее фарш, чем краснее он, тем больше в нем костного остатка. Ну, то есть, не из мяса, а грудят из костей, что ли? Ну, если здесь, условно говоря, мы с тобой можем предположить, что здесь будет кожа, здесь будут грудки, скорее всего, да, здесь будет мясо, да, именно мясо, то там, скорее всего, будут сухожилия, скорее всего, будут кости, где костный мозг находится, то он же и придает свет как раз, такой красный. То есть, наверное, в магазинах искать фарш побелее, да? Ну, слушай, я не могу сказать, что, ну, тут это плохо разве? Ну, это же продукт животного происхождения, ну, как бы, да, кто-то косточки голодает, кто-то специально делает их сахарными. Ну, глобально это дешевый, конечно, категория даже не Б, а Ц, я бы сказал. Так, ну, что последние, последние тефтельки, фрикадельки, митболинки обваиваем в муке и будем их прижаривать. Сколько у нас получилось по весу? Каждый, ну, грамм по 100, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять, да? Двадцать штук. Включаем комфорку. Разогреваем сковородку с растительным маслом, чугуней, он самый. Можете оливковое добавить, если хотите совсем в Италию погрузиться. Отправляем разогретое масло. Фрикадельки, тефтельки, митболинки. Плотно сковородку не нагружайте. Я думаю, ты к концу ролика все-таки определишься, что же такое фрикаделька, митболинка и тефтелька. По мне, так это тефтелька смассаживать. Слушайте, мы об этом узнаем, наверное, из названия ролика, да, в конце концов? Ну, если мы определимся к тому моменту. Поворачивайте со всех сторон, обжаривайте до румяной корочки. Обжарились фрикадельки. Смотри, какого они замечательного цвета получились. Видно, нет? Так, форму для запекания. И на этой же сковородке сделаем соус, в котором буду до запекаться тефтели. Убрав лишнее масло, вливаем сюда томаты пронто. Я люблю с кусочками, чтобы они оставались вот такие. Сюда же, здесь пол-литра. Сюда примерно 200 грамм воды. 150. И такую прям хорошую столовую ложечку прованских трав. Щепотка соли. Черный перчик. Всю эту смесь проварим минут 5. Ну, смотрите, все кипит. Провариваем буквально там 2-3-4 минутки. И заливаем митболлы фрикадельки-тефтели. Заливаем всей этой красотой фрикадельки-тефтели митболлы. В духовку минут на 40, при 180, при 190 градусах. При 180 градусах. Минут, наверное, на 40, 30-40 минут. Друзья, запах на это просто бомбически. Пока запекались митболлы фрикадельки, мы успели ставить картофельную порошечку. Потому что какая порошечка без порошечки, да? Да, достает. А буррайлинг. Смотри, как все кипит, буррит. Ну, шукдек, я наеду на это. Ну, выезжать не надо, а приблизиться можешь. Получилось, мне кажется, поистине ресторанное блюдо. Давайте по ресторанному его подадим, да? Попробуем, хотя бы. Вот так вот мы шмякаем картофан. Сделаем такой вот небольшой углевицей у него. Фрикадельку. Сюда еще одну. И бомбически сколосовался. Давайте посмотрим, что получилось внутри. Бомбически, скажи, есть? Скорее пробуй. Ох, мятое, сочное. Как тянется сорочек. Наверное, тоже хватит. А вы готовьте с нами, готовьте лучше нас. Тоже опять без жвачки. Опять без жвачки. Семен кайфа. Семен кайфа. Попробуй. Семен кайфа.